хоба привет с вами доктор влад ну у нас на улице плюс 3 градуса днем будет 8 мне жена вчера рассказывала она ездила в улмарт ну магазин такой большой большой там все 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 и вот она говорит во первых парковка пустая воскресенье ой это она рассказывала вчера мне до воскресенье наездил сегодня вторник у нас я уже все перепутал вот и воскресенье парковка пустая никого нет это в улмарке воскресенье потому что интересно вот возле самого входа ставит большой такой здоровый бак с каким-то чистящим средством и рядом салфетки и вот те кто берут коляски да они значит дергают салфетку мочитая вот в этом дезрастворе каком-то вот и протирают ручки вот этих вот колясок и в внутри в магазине тоже ну пусто если на парковке пустые в магазине пусто ребят чуть чуть происходит до отчет происходит там трампа ругался с мэром нью-йорка вообще я сегодня вот с утра на яхо читал про трампа он решил провести пресс-конференцию посвященную коронавирусу вот пришел у нас все хорошо да вот какие молодцы мы выйдем из коронавируса лучше всех в америке все до свидания и ушел ну журналист позвольте на вопрос уже не 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 вот пенс здесь сидит он будет отвечать на вопросы я говорю он дурной понимаете дурной просто вот до поругался с мэром нью-йорка значит написал в твиттере что мэр нью-йорка плохо работает вот а тот ему отвечает в твиттере так это вы президент не я вы должны работать трамп свой значит твит потер ну я говорю ой господи какой президент у нас ну вас еще хуже ребята так что так что мы квиты до прислали мне из владика 2 экскаватора сгорели на стройке против которой выступают жители карбышева район какой-то карбышева что-то они тут строят и взяли подожгли экскаватор ночью чтобы не строили нифига себе партизанщина какая-то на дальнем востоке там были помните какие-то были дальневосточные партизаны вот сейчас просто подожгли но не нашли никого конечно мрак и главное там еще не могли никак проехать пожарные машины вот чем дело потому что там что-то такое улицы запаркованные и так далее было неоднократно сказано что случае чп машины спецслужб по запаркованным улицам проехать не смогут ну то есть куча машин стоит и никак пожарка-то она здоровая никак даже не развернется как-то это вот все непонятно цена нефти марки бренд упала ниже 30 долларов так вот она идет идет да так четвертое за сегодняшний день это вчерашнем мне еще сообщение сообщи так получили о бомбе на борту самолета вот так и они даже не там не собирается менять курс просто дальше летят и все ребята один раз можно ошибиться один раз можно ошибиться ранее сегодня неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту самолетов вылетевших из москвы в пермь тюмень и уфу вот так но это как у льва толстого про этого мальчика который кричал волк волк а когда волк пришел вы помните читали эту сказку серпом по телеграм-канал худшие конечно впереди это о чем мировая экономика в ауте от коронавируса так мировые политики закрывают границы и вводят чрезвычайно положение меня мировые финансовые регуляторы прибегают к сильнейшим средствам обеспечения ликвидности рынка и так далее на худший впереди да а только россия как будто в стране от всего этого стали известны потери масштабные экономические потери китая значит сша 0 ввп прогноз в первом квартале минус 5 во втором вот а в россии что-то ничего нету хуже политики во время пандемии нету все собираются вот на парад 9 мая и голосование 22 апреля и что-то тут вот еще ну и какой-то план а оплачиваемые больничные для тех кто на карантине это да это хорошо давно пора людям надо на что-то жить посмотрим что будет ничего хорошего не ожидается конечно я понимаю что зарплаты там это это важно но вот вот вся вот это вот вакханалия насчет 22 апреля 9 мая она же не прекращается в общем дело кто к Алексей филатов пишет мой эксперимент с коронавирусом не выходи из комнаты не совершай ошибку писал иосиф бродский почти во всех странах говорят о сотнях и тысячах заболевших а в россии счет идет на десятки даже станет я нигде не видел цифру больше ста даже сегодня я решил провести это вот статье провести эксперименты начал искать в интернете лабораторию где я мог бы сдать анализ на коронавирус симптомов нет но как говорится чтобы не думалось оказалось что это невозможно нигде не за какие деньги мои друзья опытным путем выяснили что даже при наличии симптомов температуры и вызове скорой направление на анализ не дают шанс провериться появляется человек только-только вернулся из страны где объявлен чс или эпидемии коронавируса вероятность заразиться от итальянца китайца или приехавшего из-за границы отечественника в россии будто и не рассматривается ну то есть вторичное заражение да причина в том что лаборатории в нашей стране явно недостаточно их всего три на всю москву на всю страну в москве в петербурге и новосибирске причем после получения положительного результата на вирус все анализы направляют на перепроверку в новосибирский центр вирусологии вектор прикиньте да в москве сначала а потом еще и все они от отправляются в новосибирске вообще чушь какая-то то газета ру какой-то фидун а президент московского спартака вот он кто вот футбольная команда предложил досрочно завершить розыгрыш чемпионата россии ну правильно дочь колсу будет чемпионом россии так и надо чё чё вот какой разговор путин присвоил ротенбергу звание героя тульда за крымский мост ох же я между собой чек до раздают медальки опять а ротенберг поблагодарил за крымский мост путина и бога вот рядышком до путина и бога так и надо как же блумберг рубль может ослабить к доллару еще на 30 процентов да вот потихонечку падает и падает не рывком но потихонечку хвост собаки по частям отрезают герман грейф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции глава сбербанка он куда-то там слетал а командировка в европу а как прилетел все до свидос сидит дома отвечает по телефону так в лос-анджелесе закрыли кинотеатры бары и спортзал у нас тоже вчера я смотрел закрывают рестораны бары ну общепит короче наш чекак все закрывают к чертям да как люди будут выживать вчера вот было интервью с одним ну как сказать у него там ресторанчик вам какой-то не знаю сам не выживет не сам не выживет но не выживет смысле бизнес помощь нужна от государства федеральная резервная система это америка снизил ставку почти до нуля американцы регулятор подчеркнул что из-за коронавируса страдает экономика во всем во многих странах вот так вот это поддержка американской экономики россии что-то ничего не двигает конституционный суд признал законными поправки конституции вот что все что там наслесарили да вот этот винегрет все законно да вот чем мвф готовит пакет помощи на триллион для борьбы с коронавирусом это международный валютный фонд собирается денежки раздавать разным странам кредитовать а лукашенко у лукашенко вылез тут с вилами трактор вылечит всех работать надо и не будет никакого коронавируса я не знаю какой тут диагноз можно поставить а ну сами поставьте ланадере хотят устроить голосование по поправкам в конституцию россии ланадере ну если проспятся похмеляться может быть не знаю еще это ой еще там в голландии суд ведь идет над сбитым боингом что-то ничего ребят если что будет вам скажу европа начнет раздавать деньги за коронавируса да фискальные меры и так далее ну конечно если все закрыто конечно нужны деньги ни предприятие не работать ни черта ничего не работает да еще и нефть вот с нефтью вот эта ерунда да франция отменяет платежи за жилье на время борьбы с коронавирусом ну правильно люди не зарабатывают чем они будут платить франция временно отменяет плату за коммунальные услуги и аренду жилья сообщает рейтер со ссылкой на телевизионное обращение президента эммануэля макрона это одна из мер которые президент вводит для борьбы с коронавирусом франции также вот 15 дневный запрет на свободное передвижение внутри страны 17 марта жители смогут выходить на улицу только по жизненно надобным делам ух ты да во франции тоже там бушует власти россии рассказали о способах борьбы с кризисом ну вот что-то они рассказали только я вот ни черта ничего не понял как-то собираются бороться ой тут девочка одна на твиттере рассказывает как ее маму забрали после италии забрали в больницу и вот она там ждала час два три никто не подходит никому никакого дела нет она развернулся ушла вот потом прибежала полиция начали стучать как вот так то все ну там вообще там бардак страшно я не буду все рассказывать можете почитать а везде вот сообщениях просто что одна сбежала из больницы вот коронавирусной московской это в москве было вот и вот дочку рассказывает что что там был за бардак и никто не мог показать документ что у нее якобы положительная проба на коронавирус а дочка говорит а у меня возьмете не 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 вот только у нее она ну дочь да нет с вас не полагается так открытые медиа власти москвы обсуждают план полного закрытия города на карантин да вряд ли ребята ну черт его знает хотят закрыть да с суббота закрываются все школы а проведение любых массовых мероприятий на открытом воздухе запрещается так заявление конгресса интеллигенции мы не имеем права молчать о том что происходит конституция это правовой фундамент государства а вы его засунули в же ну это я так образно тут так не написано мы констатируем что этот закон подготовлен внесен рассмотрение и рассмотрим с нарушением конституции рф и в общем власть захватили узурпат или ребята вот здесь даже где то это есть и нас насчет судей конституционного закона этого конституционного суда что они сказали не 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 все все в порядке все в порядке ну где тут лея хиджакова лев панмарев и так далее и так далее геонид гозман ну все подписались да как песков скажет ну мы рассмотрим каждый имеет право и ребята празднование дня космонавтики могут перенести на октябрь из-за коронавируса на 12 апреля день космонавтики и хотят перенести его на 4 октября когда отмечается годовщина запуска на орбиту первого космического спутника ну в общем вот так в общем ребят безрадостно безрадостно там посмотрим что дальше будет пока пока с вами доктор влад сегодня никто не поет не танцует чао